Здравствуйте! Продолжаем обзор пляжей Черного моря побережья Краснодарского края. Обзор начнем с поселка городского типа Витязево. Этот курортный поселок с населением около 8000 человек расположен в 11 километров с северной Анапы. Глубина здесь небольшая. Как видим, мужчина отошел от берега метров 20-25 и всего ему по пояс. Дно чистое, песчано и ракушечник такой. Вода прозрачная, чистая, хорошая, но на тот момент была холодная. Побережье здесь в основном состоит из мелкого ракушечника и песка. Есть преимущество, где и один песок. Где мы побывали севернее поселка Витязево. Там, конечно, еще не было обустроено. Зашли в мою воду. Маленечко ноги, можно сказать, так помочили, потому что утром это было около 7 часов утра. Вода еще была прохладная. Так постояли немножко на берегу, погорелись на солнце, высохли, посмотрели и поехали дальше в Анапу. Приехав в Анапу, мы не спешили сперва выбирать место для ночлега. Мы решили оставить машину и прогуляться по набережной, посмотреть, где лучше нам будет место для отдыха, чтобы покупаться и, соответственно, выбирать к этому месту поближе жилье. Это место мы видим, это называется пляж Золотая бухта. Здесь вода хорошая, чистая, но галька побережье все. Пляж Галька. На дно тоже галька. По бокам большие камни есть. Людей очень много в этом месте. Это считается как бы пляж в центре города. Ну, много тут людей отдыхает. Обустроено это место. Все необходимое для всяких нужд человека. Холодная вода такая, пресная. И туалет. Все есть. И рядом есть, где можно перекусить. Место хорошее это, конечно. Но за счет того, что здесь галька, мы решили поискать еще и будет в другом месте, может быть, получше для нашего отдыха. Мы не спешили в этом месте снимать жилье. В этом районе жилье дороговато нам показалось. За сутки съем жилья в этом районе стоит две тысячи. Пяти суток и более съем жилья стоит полтора тысяч. А нам надо было на двое суток остановиться, поэтому жилье здесь было дорогое. Мы постояли, посмотрели и уехали в другое место. Другое место мы приехали, где падает речка Анапка в море. В этом месте побережье лучше. Здесь песочек, можно сказать, даже бывает дробленый такой, как баракушечники, но преимущество песок. Рядом есть пресная вода в речке в Анапке, в которой можно окунуться после выхода из моря. И тело уже себя будет чувствовать более бодрое. Здесь мы целыми днями находились. Место хорошее, нам очень понравилось в этом месте. Людей тоже много. Пляжи не так сильно оборудованы, как в Золотой бухте, но отдых нормальный. Мы брали с собой покрывало и на нем на горячем песке ложились. Так было тепло и загорали. Потом опять уходили в воду. Вода была, конечно, не теплая по сравнению с побережьем Крыма, прохладная, потому что мы сюда приехали буквально в следующий день. Комнату сняли недалеко от автовокзала. На двое суток полтора тысячи за сутки хозяйка взяла. Когда нас встречала, такая была вежливая. А когда уже заплатили деньги за жилье, совсем другое отношение. Резко изменилось. По сравнению с отдыхом, который не пришлось отдыхать в Крыму, здесь люди не такие вежливые, как Крыму. Крыму вежливее, отзывчивее и, соответственно, Крыму дешевле. И жилье можно снять, и питание дешевле, и вкуснее, и больше есть мест, уделяющих для отдыха человека. Пляжи более оборудованы, чем побережья здесь в Анапе или в Витязеве взять. Крым, по сравнению, лучше, как-то себя зарекомендовал с этой стороны. Нам Крыму больше понравилось, чем здесь в Витязеве или в Анапе. И отношения людей, и жилье. Да и вообще, теплота людей, это тоже, что значит, как они относятся. Зазывают хорошо, а когда заплатишь, совсем другое отношение. Так мы побыли два дня здесь, и потом поехали домой. Выбор остается за вами, куда лучше ехать. Но мое предпочтение, Крым гораздо лучше. И вода теплее, и чище, и люди вежливо относятся. Всем желаю успеха и отдыха на морских побережьях Краснодарского края. Всего доброго всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok